Живу в тесноте, в нужде. А планировал в просторной квартире. 17 лет назад Виктор Конончук стал дольщиком на тот момент элитной многоэтажки в Бийске. Он и еще порядка 30 человек. Собственником жилья он так и не стал, хотя один раз даже держал ключи от квартиры. Отдали для того, чтобы посмотреть. А это в каком году было? Это сейчас скажу. Сейчас скажу, наверное, это год был 12-й. Каждые два месяца дольщиков собирают на совещание, где рассказывают о завершении долгостроя. Поэтому сегодня люди приехали с митингом в Барнаул. Дом на улице Советская, 199-10, начал расти в 2006 году. К 2023 году готов каркас и завершен первый подъезд. Вот уже 17 лет, уже, можно сказать, выросло целое поколение людей за это время. В следующем году будем праздновать, не дай бог, но это, скорее всего, будет совершеннолетие нашего мероприятия. То есть мы до сих пор ждем строительства нашего дома. За последние два года единственное, что сделал застройщик, это снял крышу с нашего дома, ну, чтобы использовать, наверное, профлист в каких-то своих целях. Изначально договора на Далевке люди заключали из Бийско-городской общественной организации участников военных конфликтов на территории РФ и стран СНГ, председателем которой был бывший глава Бийского района Евгений Якуба. В 2011-м у застройщика закончились деньги. В 2015-м объект передали компании «Прометей». И еще три года ушло на переделку проекта. Из чего строился дом? Всего, все бэушное. Здесь сейчас все делается усиление. Вот этот проем будет закладываться. Но ни один новый кирпич с тех пор, говорят дольщики, в доме не появился. Зато у дольщиков вырастают и уезжают дети, ради которых покупали квартиры. Сперва, конечно, был гнев. Потом уже сменилось на, извиняюсь за выражение, на идиотский смех. И в конечном итоге уже просто-напросто понимаешь, что уже как-то дорешать и забыть уже, как страшный сон. Судя по базе судебных приставов, у застройщика открыты из полулисты на сумму больше 4 миллионов рублей. А по словам дольщиков, компания в предбанкротном состоянии. Тем не менее, разрешение на строительство ей продлевают, из-за чего у правоохранителей нет основания для привлечения ее к ответственности. В этой ситуации дольщики надеются на поддержку региональных властей, чтобы объект сдали в ближайшем будущем и не пришлось праздновать совершеннолетие долгостроя. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком.